Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Ну что ж, новая неделя проходит сейчас в тренде распродаж рисковых инструментов. Нефть, в принципе, сейчас если котировки 29.64, мы можем констатировать, что рынок ниже, чем был день назад. И, соответственно, позиции продавцов на площадках остаются довольно прочными, сильными, и вполне возможно, что они предпримут попытку затащить бренда еще ниже. Европейская валюта, фунт, канадец, все эти активы, друзья, снижаются. И сегодня давайте попробуем разобраться, с чем это может быть связано. Начнем с рынка нефти 29.64, как я уже отметил, ниже тридцатки на данный момент, то есть сопротивление 31.50 так и не пало. И я, как уже отмечалось ранее, продолжаю держать короткую позицию в расчете на то, что все-таки вот эта инициативность продавцов, опирающихся на серьезную угрозу фундаментальную для рынка нефти, это рост запасов и недостаточный спрос, этой инициативности принесет свои плоды. Что используется, опять же, лично мной, продавцом нефти в качестве вот поддержки этой идеи. Как я уже отметил, это слабый спрос, который опирается на туманные перспективы мирового экономического восстановления. Здесь, друзья, все вертится вот с некоторых пор вокруг опасений вероятности повторной вспышки коронавируса. И это не просто страхи, которые взяты на пустом месте, есть конкретный прецедент. Уже зафиксирован рост случаев повторного заболевания в Германии. Снова пиковые значения по росту зараженных в Южной Корее. И в Китае, также в некоторых провинциях, есть снова, опять же, зафиксированные случаи, которые говорят о том, что, возможно, послабление мер карантинного смягчения все-таки было преждевременным. И не оценив последствия раннего выхода из вот этих жестких мер социального дистанцирования все-таки была создана угроза того, что не до конца победив этот вирус, он снова даст о себе знать. Мы следим, друзья, за тем, как развиваются события на финансовых рынках, но вот этот страх рыночных настроений, он очевиден. И сейчас отчетливо прослеживается в спросе в защиту и в распродаже фондовых индексов. Например, европейские фондовые площадки вчера снижались, американский фондовый рынок также корректировался. Поэтому я продолжаю, я оставляю в качестве одного из факторов снижения цен на нефть. Это все-таки подавленный спрос, который как раз связан с слабостью мирового экономического восстановления. Что касается запасов, то мы ждем обновленные данные, они выйдут уже, собственно, в среду. И по ожиданиям будет зафиксирован снова прирост запасов, я думаю, больше, чем на 5 миллионов. Это позволит нам снова заговорить о риске чрезмерного накопления избыточных запасов, которые будет сводить на нет еще остаточную часть свободных мощностей для хранения, которые еще имеются. В качестве фактора роста, который прослеживался также на рынке накануне, стоит выделить комментарии Саудовской Аравии о готовности дополнительно снизить производство нефти с июня на 1 миллион баррель. Если они выполнят это соглашение, точнее, возьмут на себя это обязательство, то общее сокращение уже будет составлять 4,8 миллиона. Но мне кажется, друзья, что это решение Саудовской Аравии является, наверное, логичным и правильным действием со стороны одного из ведущих игроков на рынке нефти, в то время как другие участники энергетического пакта не чистоплотны в соблюдении своих обязательств, и об этом я говорил раньше. То есть они просто видят то, что страны, которые должны сокращать производство, не делают этого, и для того, чтобы все-таки помочь рынку нефти, фактически берут как бы на себя их обязательства по снижению добычи. Но даже если новые условия, новые лимиты будут выполняться Саудовской Аравии, то есть фактически 1 миллион особой погоды для рынка нефти не сделает, потому что основной движущей силой сейчас для площадок останется подавленный спрос, и этот подавленный спрос будет сохраняться ровно до тех пор, пока мировая экономика скована, опять же, карантином. Индекс доллара 132, мы продолжаем расти. Очень интересная ситуация сейчас на финансовых рынках в плане предсказуемой поддержки для защиты. Куда бы мы с вами не посмотрели на последствия коронавируса, на вероятность повторной вспышки, на слабую статистику США, вспомните последние данные по Non-Farm Perils, это худший релиз по рынку труда за всю историю вообще накопления статистики. Есть и другие нервозные моменты, например, пресс-секретарь Пенса, который является вице-президентом США, заболел коронавирусом. То есть это ближайшее окружение Трампа, это фактически вся элита, белый дом. И, возможно, ситуация может повториться и с чиновниками другого уровня. Может быть, дело дойдет даже и до Трампа. Поэтому спрос на доллар, как на самый высоколиквидный актив, он сохранится. Даже если опустить такое понятие, как спрос на доллар, то можно, в принципе, признать тот факт, что чем хуже обстановка в мировой экономике, тем больше будет спроса на американские облигации. А в чем номинированы американские облигации? Конечно же, в долларах. То есть к покупке доллара можно зайти и с этой стороны. И еще такое наблюдение, что май исторически для доллара оказывается довольно успешным. На протяжении последних 10 лет, если проанализировать ситуацию в целом, как вел себя индекс доллара в мае, в течение, скажем, 9 из 10 лет он укреплялся. И укрепление в целом находится в диапазоне от 2 до 4%. Мы очень хорошо начали этот месяц для индекса доллара. Я думаю, что эта тенденция сохранится и дальше. Сегодня в 15.30 выйдут данные по инфляции. Ожидается снижение инфляционного давления. И это также можно использовать в качестве поддержки для доллара. Золото 1700. Друзья, здесь сказать нечего. Мы топчемся на тех же самых значениях, что и раньше. S&P. Goldman Sachs. Давно мы не слышали прогнозы от этого инвестбанка. Они скорректировали свои ожидания и считают, что в перспективе трех месяцев американский фондовый рынок столкнется с еще одной волной распродаж. И в целом мы по S&P можем увидеть значение 2400. Я разделяю такую позицию. Евро против доллара 1.08. Снижаемся, друзья. Здесь и слабая статистика, и восстановление доллара. И решение Конституционного суда Германии, которые поставили, скажем, на холд участия Бундесбанка в программе количественного смягчения, потребовали от Европейского Центрального Банка, чтобы те обосновали правомерность программы количественного смягчения. Кристин Лагард поспешил успокоить рынок, что никаких в целом изменений сейчас в активной позиции по стимулированию применяться, никаких изменений не произойдет. Поэтому Европейский Центральный Банк будет и дальше стимулировать экономику в рамках текущего мандата и лимитов, которые есть. То есть сохранение стимулов – это фактор давления для евро, потому что любая мягкая монетарная политика – это база для роста денежной массы. Фунт против доллара 1.23.10. Друзья, здесь мы снижаемся. Цель ближайшая 1.22. Я думаю, что мы до нее доберемся. Завтра очень важный отчет по темпам экономического роста по прогнозу за март. Мы видим цифру снижения на 7%. А сейчас пока давление на фунт оказывает также восстановление доллара. И еще, скажем, недопонимания, которые очевидны в кабинете министров Англии после того, как Джонсон принял решение начать смягчать карантинные меры. Но очень многим не понравился вопрос, точнее решение относительно карантина для туристов на 2 недели. И вопросов именно к такому решению было достаточно. Мы, друзья, следим за тем, как Англия выходит из именно карантина. Помним то, что Англия – это один из эпицентров распространения коронавируса с одним из самых высоких показателей летальных исходов. Поэтому выходить из карантина Англия будет медленно, внимательно отслеживая ситуацию. И это в целом еще оставляет определенную неопределенность, точнее, ну простите за тавтологию, оставляет риск непредсказуемого, скажем, воздействия конечного пандемии на экономику. И это, в конце концов, будет способствовать еще большему ухудшению именно английской экономической конъюнктуры. Не забывайте также про риск Брекзита. Это жесткий политический сценарий, который также должен давить на фунт. Ну и что касается биткоина, халвинг состоялся, котировки 8700. И буквально с сегодняшнего дня, друзья, мы вступаем в период, довольно продолжительный год-полтора, когда будем ожидать восстановления рынка криптовалюты по налоге именно с прошлыми халвингами. И в связи с тем сценарием, который я уже не раз обозначал, допускаю, что биткоин как раз в перспективе года-полутора может увеличиться вдвое. Наверное, с сегодняшнего дня все меньше будем уделять внимание биткоину, если не будет интересного фундамента. Но в целом, как действовать, я думаю, вам понятно. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...